Новая развязка на участке федеральной трассы Кавказ между Чигемским и Баксанским районами решила многие проблемы. Прежде всего, объездная дорога разгрузила поток транзитного транспорта. Но теперь сложности появились у жителей второго Чигема. Железные ограждения, которыми разделили полосы движения, затруднили выезд из села. Варианты решения проблемы проанализировал мой коллега Казбек Гекиев. Новая федеральная трасса, которой вот уже почти год от души радуются водители и приятно удивляются гости республики, для жителей второго Чигема стала неразрешимой проблемой. Железные ограждения фактически разделили село на две части. Чтобы с центральной улицы выехать в сторону Нальчика, нужно проехать полтора километра в совсем противоположном направлении или простоять в пробке на параллельной улице Октябрьской. Для пешеходов проблема стоит еще более остро. Люди, пожилые, ездят каждое воскресенье в Баксан. Они со своими грузами возвращаются. Есть ли интерес, допустим, за 2-3 остановки идти, переходить? Выходя из автобуса, идти некуда. Приходится через барьер, через барьер прыгать. Вот по всем пока на Балкаре поезжайте и найдите такое состояние. Где есть? Нигде. В том, что положение действительно неординарное, глава сельской администрации Заур Алоев уже год как пытается убедить ответственные ведомства. Республиканское ГИБДД утверждает, ограждения установлены законно, сносить их не будут. У сельского главы свое ведение решения вопроса. Законно установить светофор, который будут обязаны слушаться все водители и все пешеходы. И вопрос, я думаю, с минимальной затратой можно будет решить. Раз такой светофор существует в первом четверге, в километре отсюда, почему его нельзя здесь установить? В ответ на это дорожная инспекция ссылается на статистику по ДТП. После установки ограждений количество аварий на участке сократилось в 6 раз, с 19 до 3. А светофор на данном перекрестке полицейские считают даже опасным. Светофор мы считаем нецелесообразным, потому что это пешеходный светофор. Для одних пешеходов там транспорт не будет остановлен. И мы будем долгать пешеходов на совершение наездов на них. Выход из сложившейся ситуации, согласно пока устной договоренности республиканского ГИБДД и ответственного за участок управления дорог Северного Кавказа, это строительство подземного или надземного пешеходного перехода. Конечно, подземные гораздо дороже перехода, чем надземные. Чем выгодны надземные переходы? Это просто очень красивая, можно архитектурная вещь сделать. Но подниматься нужно в полтора раза выше, нежели спускаться и подниматься в подземном переходе. Поэтому для малобомбильных групп, для инвалидов, нужно делать лифты. И это тоже, конечно, вылетает в копейку. Кроме того, навесная конструкция должна быть защищена от обледенения и соответствующим образом освещена. Пока ведомства только взвешивают все за и против. А водители тем временем предпочитают ездить по второстепенной улице Октябрьской, создавая еще одну проблему. Всего 6 метров в ширину эта дорога с трудом справляется с увеличившимся потоком транспорта, не говоря уже о быстром износе асфальтового покрытия. Однако население волнует совсем другой вопрос. Улица не оснащена тротуарами, а значит для местных детей. Ежедневный маршрут до школы и обратно представляет реальную угрозу. Казбеги Киев, Беслан Хаконов, Вести, Кабардино-Балкария. Казбеги Киев, Беслан Хаконов, Вести, Кабардино-Балкария. Казбеги Киев, Беслан Хаконов, Вести, Кабардино-Балкария. Казбеги Киев, Беслан Хаконов, Вести, Кабардино-Балкария.